Приветствую всех, с вами Маркелова Борис. И это видео называется Как изменить в этой жизни все. Часто мне, я занимаюсь интернет-бизнесом, часто мне такое говорят, я не умею приглашать. А для чего вы это делаете? Для чего вы приходите в интернет и начинаете какой-то интернет-бизнес? Возможно, вы приходите по какой-то зовущей рекламе и где написано, нам ничего от тебя не надо, просто дай нам свои деньги и мы за тебя все сделаем. Ребят, такого не бывает. Вот просто так такого не бывает. Либо вы приходите на заработок без вложений. Такого тоже не бывает. Заработок без денег не бывает. Каждый раз, повторяю, но каждый раз люди наступают на те же грабли. Смотрите, ситуация такая получается. Никто никогда не будет задумываться, что там происходит у соседа, даже если вы не знаете этого соседа. Никто никогда не задумывается, когда ложится спать, а что будет с того, если я сейчас лягу спать, а утром не проснусь. Часто задаете себе такие вопросы? Я думаю, не часто. Но зато часто вы задаете себе вопрос, почему я так плохо живу, почему я вот ищу дополнительный заработок в интернете, почему правительство за меня не думает, почему я такая несчастливая, почему я такая. Может, просто нужно сменить обстановку, в которой вы сейчас находитесь. Может, просто нужно сменить окружение, окружение, которое вам говорит, вам дает советы. Может, послать их нафиг всех. Сказать, ребята, если вы мне не помогаете, то не мешайте. А если вы решили мне помочь, то стойте в сторонке и помогайте про себя тихо. Чтобы вы обо мне не думали, мне абсолютно все равно на ваше личное мнение. Я решила поменять жизнь. И даже если вы начнете мне мешать, соответственно, я просто откажусь от вас. Такое часто бывает в интернете, такое часто бывает в жизни, когда вы начали заниматься чем-то таким, что вас заводит, а других не заводит. Их это начинает бесить. Их начинает бесить, потому что вы делаете не так. Это толпа. Чтобы изменить что-то, нужно выйти из толпы. Нужно изменить свое мышление. Вместо того, чтобы говорить, у меня ничего не получится, нужно утром просыпаться и говорить, у меня все получится. Я все сделаю. И не надо назло это делать. И не надо в доказательство чему-то это делать. Сделайте это просто для себя. Начните менять жизнь для себя. Ни для дяди Васи, ни для дяди Пети, ни для вашего знакомого, который вам сказал, ты что опять в очередной лохотрон пирамиду вступил, да у тебя ничего не получится. Либо лучше промолчать, либо сказать вот так, как я вам сказал. Не мешаешь, отойди в сторонку и не мешай мне. Просто, если ты не помогаешь, не мешай мне развиваться. Ты будешь таким же, как и был вчера, позавчера. И ты будешь обвинять кошку, соседа, еще там кого-то, правительства, депутатов. Но ты ради этого чего сделал? Что ты сделал ради того, чтобы в твоей жизни что-то поменялось? Ты насрал кому-то в личку, сказал, что это лохотрон пирамида? Или ты написал какой-то комментарий и радуешься этому, что ты пишешь лохотрон пирамида, не разобравшись, чем человек занимается? Не пообщавшись с ним. Просто насрал. Просто какой-то коммент написал. И этот говнокомент ты радуешь всей жизни. Говнокоменты я удаляю. Но не все. Не все. Лохотрон пирамида я не удаляю. Я просто у человека начинаю интересоваться, у него почему он так написал. Да, когда есть какие-то матерные комменты, да, я такие комменты удаляю. Мне не надо. Я защищаю своих партнеров, я защищаю своих подписчиков, друзей, которые у меня есть в ВКонтакте, вот от такого негатива, который вы изливаете из себя. Если вы написали что-то хреновое, значит у вас у самих все хреново. Когда вы это поймете, у вас все поменяется в жизни. У вас жизнь заиграет новым красным. Когда вы начнете помогать людям, у вас начнет все получаться. Если вы сейчас не помогаете, а пытаетесь мешать, у вас будет еще хуже. Нужно учесть это все. Нужно учесть это все и понять, для чего вы пришли в интернет, для чего вы занялись каким-то интернет-бизнесом. Я не говорю конкретно про какой-то конкретный бизнес. Любой бизнес в интернете можно развить. Любой сайт можно развить. Но сайты бывают разные, разнообразные. И в них тоже нужно разбираться. Прежде чем чем-то заняться, нужно разобраться, в чем тут дело. В чем вообще здесь именно фишка этого сайта, на который вы пришли, на котором вы начинаете зарабатывать. И доносить это людям. Не впаривать, не доказывать, а просто доносить, просто рассказывать. Не в комментариях, а в постах своих, в видео своих. И тогда у вас все начнет получаться. Вам не нужны все. Вам нужны единомышленники. Единомышленники, которые вам не будут мешать, которые с вами войдут вместе в этот проект, либо в это дело, которое вы завели, и начнут вам помогать. Вам не нужны все. Большинство людей этим заниматься не будут. Даже большинство людей, которые из жалости заходят в проект, и я тоже таких людей не понимаю. Не нужно из жалости под кого-то заходить и приносить ему ежеминутную радость какую-то. Нужно искать единомышленников. Когда вы общаетесь с людьми, когда вы спрашиваете у них что-то, вы спросите в следующий раз, тебе это интересно, ты будешь этим заниматься. Если человек говорит, нет, я не хочу, я не буду этим заниматься, мне это не нравится, не нужно его заставлять. Лучше уйти от таких людей куда-нибудь в сторону. И пускай стоят в стороне и просто не мешают. На этом я заканчиваю. Серия таких видео будет еще продолжаться. Это только первое видео, которое я сегодня записал. Возможно, через пару дней появится новое видео. Это мысли, которые мне приходят ежедневно. И эти мысли я выражаю в видеоформате. Кому понравилось, ставим лайки и делимся в соцсетях. Кому не понравилось, ставим дизлайк. И пишем, что вам не понравилось. Что в моих словах не так. Что в моих словах неправильно. Всем привет.